Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу политик Владимир Жириновский и Владимир Вольфович. Здравствуйте. Владимир Вольфович, слышите ли вы нас? Да, я вас слышу. Да, здравствуйте, Владимир Вольфович. Добрый день. Ну, во-первых, хотели бы поздравить вас с днем рождения. Вчера у вас был день рождения. Поздравляем вас, желаем моральных и физических сил в дальнейшем. Спасибо, большое спасибо. 73 года исполнилось вам. Не устали за это время в политике? Нет, не устал. Я уже считаю, что мне скоро будет 74. Чем больше будет, тем лучше. Вот умерла Элина Быстрийская. Прекрасно, 92-й год. Я всем желаю дожить до 90 лет как минимум. Как провели этот день? На рабочем месте. Сотни поздравлений, сотни звонков, около ста подарков. То есть, просто большой праздник. Прямо здесь, в кабинете, в фойе. Всех угостил. Никакого алкоголя. Никто не курил. Правда, какой-то чудак подарил мне в коробку с сигарами. Ну, я раздам сигары те, кто увлекаются этим. Никто не переел. Все понемножку. Все чинно, благородно. Так сказать, в 7 вечера я уехал домой. Самым приятным, что для вас было в этот день, вчера? Ну, когда я подъезжаю на машине, уже традиция к зданию Госдумы. Молодежь стоит с плакатами, на которых они меня поздравляют. Вот. Поднимаюсь наверх. Здесь тоже полное фойе людей. И гимн. Наш хор. Мужской хор ЛДПР. Исполняет несколько песен. В том числе и гимн старой России. Божий царя охрани. Потом уже в кабинете начинаются делегации. Все несут цветы. Самые-самые разные подарки. Вот один из самых таких редких. Мне подали книгу «Пистолеты и револьверы всего мира». То есть собраны образцы вот этого вида оружия со всего мира. У меня никогда не было, даже представления не имел, сколько видов разновидностей. Вот. Ну, там мне дарили икру, и коньяк армянский. Самые разные подарки. Потребительские, антикварные, и картины. Ну, я все отправляю в музей. Там уже три тысячи моих подарков. Я думаю, что музей, где самые-самые разные подарки. Поэтому, как бы, я думаю, что все, кто посещают его экскурсии, они не частые, но бывают. Им будет очень интересно. Ну, вот интересно, что МИД Латвии тоже отметил вашу политическую деятельность. Буквально на днях МИД Латвии передал ноту протеста посольству России в связи с вашим митингом у посольства Латвии в России. Вы защищали Нила Ушакова. Кстати, сколько нот вообще международных в ваш адрес не подсчитывали, было подано за всю историю вашей политической деятельности? За 30 лет больше всего нот протеста в МИД пришло именно по поводу выступления ЛДП. И британское посольство, и американское, и латвийское, и эстонское, и испанское. Но мы выступаем в защиту, в основном, нацменьшинств. Скажем, у испанского посольства в защиту каталонцев, их требования независимости. У прибалтийских посольств в защиту русских. В данном случае конкретное действие, связанное с незаконной отставкой мэра Риги Нила Ушакова. Мы это решили как бы отдельно обозначить. А смысл ноты мне непонятен. Во всех странах мира у посольств проходят акции. Мы никогда не сжигаем флаги стран, у чьих посольств проводим акцию. Никогда не оскорбляем руководителей этих стран. Но мы имеем полное право защищать русских. Русский мир. И именно наши соседи. Это Эстония, Латвия, Литва, Украина, Польша, Молдавия. Вот то, что на западе, на западе, так сказать, оказались отрезанными русские земли с русским населением. Мы требуем защищать, так сказать, чтобы они могли свободно пользоваться русским языком и иметь все права участвовать в выборах. Если в Латвии больше 200 тысяч неграждан, то как можно Латвию считать членом Евросоюза? Это невозможно. Ни в одной стране европейской нет такого понятия, чтобы были неграждане. Поэтому пусть пишут ноты. Нет оснований для написания нот. Они могут меня не пускать. Я только один раз приехал по линии НАТО. Они обязаны были пустить. Я как всем делегациям от России. Я бы хотел, чтобы мы жили вместе, в рамках одного государства. Или отдельные, чтобы не было границ, не было виз. Я очень люблю Латвию. Люблю Юрмалу. Мне более полезный климат при Балтике, чем на юг. Там мне жарко. Люблю культуру вашу, Ригу. Даже песни есть по старым улочкам Риги. Там что-то я брожу. Ваш хлеб. Великолепный рижский, по-моему, с тмином. Пляжи, эти все дюны. То есть это все хотелось бы участвовать. Тем более это выгодно Латвии. Чем больше туристов из России, тем больше доход. Трудно поверить, что к вам приехали шведы или норвежцы. У них свои теплые части. Южная Норвегия, Южная Швеция. Поэтому только мы. У нас всего 800 километров. Москва, Рига, шикарное рижское шоссе. Поэтому не надо ноты протеста направлять. И надо приглашать нас в Ригу. А мы готовы всех, кто хочет пригласить в Москву. Вы заявили, что если бы Ушаков, отстраненный уже мэр Риги, не был русским, то его бы не отстранили, вы так сказали. Ну, во-первых, как известно, все это произошло на фоне определенного коррупционного скандала. И Ушаков был мэром Риги в течение 10 лет. И в течение 10 лет он также был русским. Почему вы посчитали вообще необходимым вмешаться в эту ситуацию? И какой она вам видится из России? Потому что много лет они пытались убрать Нила Ушакова. Именно потому, что он русский. Потому что в Латвии националисты есть, которые не хотят, чтобы не только русский язык не звучал, но и вообще бы русских, чтобы не было. Это возмутительно. Ибо русские в Латвии коренные жители. Через два года мы будем с вами отмечать дату 300-летия нештатского мира. В 1721 году мы в очередной раз разгромили шведов. Все эти балтийские земли входили в состав Шведской империи. И отошли нам по этому мирному договору вследствие поражения шведской короны. Поэтому мы никого не захватывали. Эти территории не назывались. Там Латвия, Эстония. У них были названия такие территориальные. Вы прекрасно знаете, что Даугав-Пилс – это русский город. Борис Аглец, по-моему, по-русски звучит. И там большинство жителей русские. В Риге больше половины русские. И в целом в Латвии их очень много. Латыши с удовольствием по-русски говорили. Эта волна национализма, она в конце концов сойдет. И русские латыши будут спокойно жить в мирной обстановке. Под теми знаменами, флагами, которые их устраивают. Вы сказали, что если бы Ушаков был латышом, то его бы и не сняли. Он был бы у власти до сих пор. Власть, на ваш взгляд, должна меняться? Как вы относитесь к несменяемости власти, учитывая, что вы, так же известно, лидер несменяемой фракции ЛДПР? Я за то, чтобы обязательно была сменяемость. Но Нила Ушакова убрали только потому, что русский. Это главное было основание. Если он был латыш, то этого, возможно, не произошло. То, что касается меня и ЛДПР, то нету желающих. Я вот к вам, к русским в Латвии обращаюсь. Кто из вас хочет возглавить ЛДПР? Приезжайте на праздник ЛДПР. В конце года нам 30 лет. Мы вас кооптируем в руководящие посты. Это очень сложно быть лидером общероссийской оппозиционной политической партии. Нужно быть семи пядей во лбу. Это ведь не директор бани, не директор парка отдыха. Это политическая партия. Нужно знать очень-очень много и уметь лавировать в этой бурной реке политического, так сказать, хаоса или политических каких-то интриг. Поэтому, как только появится кто-то из людей, которые в состоянии будут возглавить партию, это произойдет. Но я никуда уходить не собираюсь. Я также могу оставаться руководителем фракции ЛДПР Государственной Думы, заместителем председателя Государственной Думы от ЛДПР. Я могу перейти в Верхнюю Палату, у нас есть квота, по работе президента, там около 17 человек. То есть я готов работать столько, сколько соседут мои избиратели. Если я почувствую, что избиратели начинают хуже голосовать за ЛДПР, потому что я во главе ЛДПР обязательно уступлю место к другому. Но пока избиратели не имеют доверия. Что касается президента России, об этом тоже много говорят, о том, что власть в России не меняется. Владимир Путин, он был президентом, потом премьером, потом снова президентом. Уже, в общем-то, в этом смысле переплюнул Леонида Брежнева, который был в власти более 18 лет. Как вы относитесь к тому, что власть в России на уровне президента практически не меняется? Ну вот в отношении себя я еще добавлю, что по всем обследованиям СИОМа я занимаю четвертое место по влиятельности. На первом Путин, Шойгу, министр обороны, Лавров, министр странных дел. Но это одна команда. Поэтому реально я на втором месте. Поэтому я никуда не должен уходить. То, что касается высшего поста в стране, то здесь есть проблемы. У нас очень большая по территории страна. Очень разная по национальному и религиозному составу. Очень холодная. То есть у нас проблем больше в сто раз, чем в Латвии или в какой-то европейской другой стране. Но мы зато ЛДПР выступаем, чтобы в перспективе внести поправку в Конституцию, чтобы глава государства занимал свой пост один срок. Пять лет. Я думаю, это к 30-му году произойдет. И сменяемость власти у нас будет более часто. Партия ЛДПР заявила о непризнании украинских выборов. Тем не менее, победу, как известно, одержал Владимир Зеленский. Вы сказали, что ему еще нужно в детский сад ходить. Вы не воспринимаете его как политика совсем? Какое у вас отношение? Когда победил Порошенко, мы и тогда заявили, что тогда Россия признала итоги выборов. А я от имени фракции сделал заявление в Госдуме, что мы не признаем результаты выборов Порошенко, поскольку и тогда было огромное количество нарушений. Сейчас мы тоже авторы проекта постановления Госдумы о непризнании выборов на Украине. Последних президентских. Если Госдума после майских каникул проголосует за, то президент может использовать это принятое постановление и продолжать не признавать итоги выборов. Что же касается Зеленский, я с ним никогда не встречался, но возглавить страну в Европе по территории очень большую и по населению, это же не Монако, не Лихтенштейн, не Люксембург. Это пятая страна после Германии, Франции, Италии, Британии. И не иметь никакого образования, связанного с управленческими функциями, в состоянии, в том, в котором находится Украина, которая практически ведет войну против собственного населения, гражданская война идет, гибнут много людей, то здесь должен быть более опытный человек. И у них там было 39, по-моему, кандидатов, и вполне можно было подобрать более опытного. Поэтому Зеленский не виноват в ничего. Он занимался передачами, был продюсером. Передачи могут быть хорошие. Я ни одну, правда, не видел никогда. И фильм не видел про этого. Служа народа. Но я 30 лет руковожу партнером. Шесть раз был кандидат в президенты. И, видимо, избиратели не смогли увидеть во мне того человека, который был бы в состоянии руководить страной. Иначе я бы победил. Мне 73, а ему 41. Ну смешно же. И никакого опыта руководства. Я постоянно и депутат, и руковожу. И, так сказать, много-много-много-много возможностей имел для приобретения политического опыта. Весь мир объехал. Всю страну в десятки раз объехал. Выступал на самых различных форумах. И еще до сих пор не победил на выборах. А он раз, вот мальчик, появился, юморист, комедиан. И все. И он президент страны. Пожалуйста, он мог театр возглавить. У нас юморист Хазанов театр возглавил. То есть, Рады. А Галкин ведут какие-то передачи, Максим. Петросян уже много лет. У него это шоу, Петросян шоу. Но никто из них не идет в политику. И никогда ни в одной стране мира комик, юморист. Это очень талантливое направление. Не каждый станет там. Но страну возглавлять с таким багажом знаний, это насмешка. Но все-таки, если взять исторический пример, Рональд Рейган, голливудский актер, который стал президентом. И есть мнение, достаточно оно популярное, о том, что он был одним из лучших президентов Соединенных Штатов Америки. У него тоже не было такой специальной подготовки. Рональд Рейган начинал актером. Но потом он перешел в профсоюз, гильдии актеров. Потом он был губернатором самого большого штата, Калифорния. Потом он был в рядах республиканской партии и стал президентом тогда, когда старше моего возраста сегодня. Под 80, а не 40 лет. Поэтому человек любой может быть в детстве актером, врачом. Вот Альенда был врачом, стал президентом. Чем все закончилось? Гражданская война, его убили. А чем был бы опыт? Больше, чем тогда, когда он стал президентом. А он до сих пор был бы жив. Поэтому не надо с Рейганом сравнивать. Во многих странах мира женщины, премьер-министры, президенты. Но 90% стран возглавляют мужчины, потому что мир находится в состоянии войны. И женщинам тяжело принимать решения в условиях войны. Дальнейшее развитие отношений украинско-российских, каким вы видите после выборов сейчас? Я думаю, мы в соответствии с указом президента ускориться приобретение российского гражданства сотнями тысяч украинцев. Прекратится обстрел Донбасса, Луганска, как это произошло в Абхазии, в Южной Осетии. Там нет ни одного выстрела больше. Потому что все жители Абхазии и Южной Осетии граждане России. И нападение на них означает нападение на Россию. А значит, это полное уничтожение агрессора. Поэтому те части Украины, которые хотят жить в условиях свободы и мира, они могут все вступить в российское гражданство и получить защиту российского государства. Вот вопросы от наших радиослушателей мы активно получаем в Фейсбуке. Роман задает вам вопрос, являлись ли вы агентом КГБ СССР? И являетесь ли вы агентом ФСБ? Об этом, так сказать, подтверждал депутат Ковалев, в прошлом был председателем КГБ. Крючков Владимир Александрович, выпустил мемуары «Личное дело». И там тоже, вот вам наш пресс-секретарь Дюпин, вам вышли отрывки из этой книги, где Крючков еще раз подтверждает, что никогда я, Жириновский, не был ничьим агентом. Я бы с удовольствием работал в Комитете государственной безопасности СССР и был бы правой рукой Крючкова, последнего председателя. И ГКЧП победил бы с моим участием, но, к сожалению, никогда не был. Я всегда был беспартийный. КГБ никогда беспартийных не брали. И в КПСС не состоял. Поэтому не был. Но если был бы, я бы гордился этим. Еще Роман спрашивает у вас, есть ли собственность у Владимира Жириновского на Западе? Если Украину считать Западом, то в городе Костополе, Ровенской области, до сих пор работает фабрика, построенная моим дедом в 1905 году. То есть 114 лет назад. Хорошо работает. И в 1940 году ее национализировали. Дедушку, так сказать, простреляли немцы. Его отца НКВД посадило в тюрьму. Его сына, моего отца. Так что вот такие права собственности закончились. Я оформил все наследственные права. После дедушки стал наследником мой отец, а он умер. Я придет время, я эту фабрику верну. Но это практически не мое, это от дедушки осталось. А так нигде. Ни одной табуретки, которая мне бы принадлежала, находилась бы на западе, нет. Нигде ни одного счета нет. И большинство стран Европы пытаются меня не впускать в их страны, бояться моих взглядов за свободу и демократию. А у них свобода и демократия ограничены везде. И в Латвии, и в Германии, и в Британии, и во Франции. Еще вопрос от Романа. Владимир Жириновский. Гей? Спрашивает он. С какой стати вдруг он это спрашивает? Вот такой вопрос пришел. Мы зачитываем вопросы от слушателей как без купюры цензуры. Такие вопросы задавать нельзя. Это чудовищно. Если я вам задам вопрос, допустим, кто-то из вас наркоман или проститутка, не ведутся интервью. Может быть, он сам относит себя к этой категории граждан. Я никакого отношения не имею. Как вы относитесь к ЛГБТ-сообществу и защите их прав? Если их защищают в каких-то странах, видимо, есть для этого основания. У нас вопрос как-то так второстепенный. Особенно не обсуждается. И у нас в ОДПР он в повестке дня нигде не стоит. Нам никто не обращался за защитой или, наоборот, за критикой и этого, так сказать, на меньшинство социального или какого-либо другого. Вот когда принимался закон в России недавне о так называемом суверенном Рунете, у вас в партии произошел конфликт, как писали, по крайней мере, в СМИ, потому что Андрей Луговой, член партии ЛДПР, он поставил под ним свою подпись. Вы же попросили эту подпись отозвать. Он сказал, что все равно подпись останется. Вы сказали, после что будет применено к нему определенное дисциплинарное наказание. Наказали его? Нет. Стали наказывать, поскольку он в чем-то прав. Люди недовольны. Люди боятся, что суверенный или автономный, лучше называть, интернет может ограничить права пользователей интернета. Но мы исходим из того, что это больше безопасность. Допустим, чтобы кто-то не попытался отключить наших пользователей интернета от всеобщей этой паутины всемирной. Он есть, но он не будет никак действовать. Пока действует всемирная сеть интернета, проблем нет. Если где-то кто-то попытается нам помешать пользоваться всемирной сетью, то у нас есть возможность включить свой автономный. Вот простой пример. У вас погас свет. Поломка где-то там произошла. У вас есть генератор. Вы включили его, и у вас снова горит свет в квартире. Вот у меня генератор стоит, но один раз всего за 20 лет была необходимость его включать. Свет сильно горит. Но когда он погас, автоматически заработал генератор. И я не испытывал трудностей в связи с тем, что есть авария на линии электропередач. Поэтому он никому не мешает, не вредит. Это запасной вариант, если кто-то попытается мешать нашим пользователям пользоваться всемирной сетью интернета. Ну вот в рамках еще одного нового закона, который мы хотели бы с вами обсудить, это запрет на оскорбление власти в интернете и СМИ. Суд оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя Новгородской области. А то, что он опубликовал в соцсети ВКонтакте запись оскорбительной записью в адрес президента Путина. Насколько она оскорбительна, конечно, решил суд. Но вот как вы к этому относитесь? В принципе, во многих странах мира есть наказание административное и уголовное за оскорбление представителей власти. То есть это не имеет отношения к зажиму критики. Пусть все критикуют, как хотят. Хотя у латвийского посольства в Москве ни одного оскорбления не высказал в адрес руководителя Латвии. Но я критиковал их за отношения к русским, за зажим русского языка и за наличие в стране неграждан. А так и здесь. Речь идет только о том, что если будут какие-то оскорбления такого очень вызывающего, нецензурная брань. Как в данном случае человек употребил такое слово, которое последние хулиганы сегодня друг другу не скажут никогда. И поэтому его за это наказали. Вот обязательно все пускай критикуют, но нельзя так сказать оскорблять людей. И в этом смысле и граждан нельзя оскорблять. Если какой-то чиновник оскорбит гражданина, тоже гражданина или группа граждан могут обратиться в суд. И если это будет в очень такой оскорбительной форме сделано, в данном случае нецензурные какие-то выражения или грубые, то и чиновник будет наказан. Давайте будем взаимно вежливы. То есть вы это поддерживаете, поддерживаете этот закон? Мы не стали голосовать, потому что граждане недовольны, но идея, смысл закона правильный. Если, например, о вас напишут Жириновский, скажем, Владимир Жириновский какое-то, не знаю, исконно русское слово, как вы к этому будете сторонником того, чтобы этого человека оштрафовали? Обязательно наказать, чтобы он на будущее не пытался меня как-то использовать против меня какие-то оскорбительные выпады. Я сам никогда не позволю. Говорят, что человек не прав, не нужно это делать, плохо это, это вредит нам. Но если говорить, что там подлец последний, негодяй, нецензурную брань, это же нельзя, мы же нигде в конюшне на какой-то, не знаю, среди людей такого низкого социального уровня. Поэтому не надо употреблять плохие слова. Полно хороших слов, через которые можно выразить свое отрицательное отношение к тому или иному событию или к тому или иному человеку. Да, у нас сейчас радиослушатель на линии, слушаем вас. Давайте вопрос, пожалуйста, коротко. Добрый день. Да, задавайте вопрос. У меня вопрос к Владимиру Вольфовичу. А когда в России будут построены заводы по производству сборных домов, а то горят, горят в деревне? Да, спасибо вам за вопрос. Значит, если вы имеете в виду сборные дома из древесно-волотнистых плит, или в любом случае тоже из дерева, то они тоже могут гореть? То есть это из дерева дома все-таки лучше, чем из кирпича, бетона. Это связано с тем, что все-таки люди сами иногда продолжают поджигать траву прошлогоднюю. Сейчас как раз время такое. Снег сошел везде. Температура уже теплое время плюс 20-25. Поэтому здесь, если мы будем строить каменные дома, это хуже. Они дороже. И эту проблему не решили. В этом смысле очень много у нас лесов. Если бы не было лесов, трава вокруг дома может загореться и тоже нанесет какой-то ущерб. Мы наоборот сторонники того, чтобы дать возможность людям построить свои собственные хорошие деревянные дома площадью 100, 150, 200 метров. Они будут экологически более чистыми. Поэтому дерево надо использовать для строительства, для мебели и так далее. Вопрос от нашего радиослушателя из Германии. Он у вас спрашивает вот такой вопрос. Интересует следующее. Я житель Германии, родился и вырос в Латвии, наблюдаю за немецкими пенсионерами, ветеранами страны, проигравшей войну, которые завтракают каждый день булочных с чашкой кофе за 350 евро. Они могут себе позволить ездить на новых автомобилях, могут позволить как минимум в год ездить в отпуск. Почему русские пенсионеры живут, многие, за чертой бедности, хотя работали не меньше, а то и больше и на тяжелых работах. И эти люди победили фашизм. Как вы можете прокомментировать? Вот этот товарищ, который в Германии живет, он должен знать, что миллионы людей были угнаны в Германию, чтобы там бесплатно работать. Одна из причин немецкого чуда. И Германия фашистская ограбила всю Европу, забрав все там золото, серебро, деньги, все, что есть дорогое, и увезли в Германию. То есть это страна, которая ограбила Европу. Поэтому когда немецкий пенсионер завтракает там за 350 евро, он должен помнить, что кровь для немецких граждан забирали у русских младенцев, детей, не обязательно младенцев, чтобы они, немцы, их было много, чтобы они были более здоровые. Поэтому немцам бы лучше молчать, ибо они столько преступлений совершили за две мировые войны, что хвалиться тем, что они там булочку завтракают и кофе или катаются куда-то там по заграницам. Это все за чужой счет, за счет грабежей. Поэтому у всего мира всегда будет ненависть к немцам за обе две мировые войны, которые развязали немцы, проиграли, до сих пор оккупированы. Поэтому радоваться немцам нечего. Всеобщая ненависть всей Европы к этому народу есть, она оккупирована, она не свободная. А русские пенсионеры живут в самой свободной стране, в самой широкой демократии. То, что я сейчас сказал, в Германии нельзя говорить, в Латвии нельзя говорить, а у нас можно говорить. Поэтому у нас больше свобод. зацепить наши пенсионеры ни хуже, чем ваши в Германии или в Латвии. А ездить у нас такая огромная страна, что ее всю объехать жизни не хватит. Поэтому здесь нет проблем. У нас есть свой юг, Кавказ, Крым, и в Дональнем Востоке есть свои отличные туристические места. Поэтому то, что немецкий пенсионер вы считаете живет лучше, это за счет допинга, за счет ограбления всей Европы и в первую очередь России. Еще звонок у нас. Задавайте вопрос, пожалуйста. Да, пожалуйста, коротко. Алло, добрый день. Сколько не надо спросить, Владимир Вольфовича. Алло, Да, задавайте вопрос, да, пожалуйста, слушаем вас. Вольфович, а если вас потенциально выберут президентом, какие ваши шаги будут по вызволению русскоязычного населения русских, которые остались в союзных республиках, нам здесь худо вообще-то? Да, плохой комментарий. Если бы я был бы избран президентом, шесть раз я баллотировался, вот и восемнадцатый год, двенадцатый, восьмой, то не было бы уже никакой проблемы с русскими в Прибалтике. Я бы в жесткой ультимативной форме потребовал бы представления всех прав русским, проживающим в Латвии, заставил бы отменить любые законы, которые нарушают права русских, чтобы русский язык был признан рабочим языком в Латвии, что русские спокойно бы его использовали, чтобы не было никаких ограничений в работе, в выборах и так далее. И Латвия выполнила бы все мои требования, если бы я их заявил как президент России. То же самое на Украине. Я бы паспорта раздал бы всем еще начиная с девяносто первого года, когда я первый раз, если бы меня избрали бы еще в девяносто первом году, когда я был первый раз кандидатом в президенты, это было двенадцатого июня девяносто первого года, то СССР сохранился бы. И сегодня никто бы из вас русских не страдал. Вы бы жили в нашей большой общей стране. Поэтому расчленение СССР было незаконно. Это были преступники Беловежской Пуще и Ельцин, и Кравчук, и Шушкевич. И Государственная Дума в марте девяносто года отменила ратификацию Беловежских соглашений. Поэтому практически их нет, но по факту эти государства созданы. Поэтому время покажет, и я уверен, что русский мир будет защищен. Особенно русские, которые живут в ограниченных территориях. Прибатик, Украина и так далее. Вот вопрос от нашей радиослушательницы Риты. Она спрашивает, ваши внуки учатся в Швейцарии. Это очень дорогое удовольствие. Как вы это можете прокомментировать? Мои внуки не учатся в Швейцарии. И это вопросы к их отцу. И это обмен есть студенческий. Люди учатся, полно иностранцев учатся в наших русских вузах. И наши русские студенты могут учиться где хотят. Я противник того, чтобы часто бывать за границей. Но мы же за свободу выступаем. Тогда надо и туристами не ездить за границей, и заграничную одежду не покупать, и заграничные фильмы не смотреть. Но хотя часть молодежи, они едут в другие страны, там учатся, работают, возвращаются. Но в любом случае я противник этого. Но это я не могу воздействовать на внуков, у них есть отец, но я говорю, что я против, но при этом это же их право, где им учиться. Это же, я думаю, даже любой стране мира выгодно, чтобы их юноши и девушки получили бы образование во всех странах мира. и сумма этих знаний помогла бы им хорошо работать в России. Но поскольку нам уже пора заканчивать, один вопрос, в интервью Владимиру Познеру вы сказали, что хотели бы получить бессмертие, зачем оно вам, Владимир Вольфович? Ну, чтобы ощущать себя, что сделал очень много, чтобы понимать, что труд не пропал даром, что это принесло большую пользу, что миллионы людей надеялись, и многие из них получили то, что я обещал, или то, что они хотели. Ну, и потом мы все должны к этому стремиться. Мы не должны быть муравей, букашка, пожил, затоптали, ушел куда-то, умер, мы все должны быть бессмертными. Но не у всех получается, людей мало, которые выстегали бы всемирной известности. Ну, вот я говорю, что я всю свою жизнь посвятил, и дальше буду посвящать заботе и борьбе за интересы русского народа, поскольку он самый ущемленный оказался, самый разделенный. Вьетнамцы объединились, корейцы объединятся, немцы объединились. И для меня самое лучшее бессмертие было бы, это когда над всеми русскими, которые живут в бывших советских республиках, вот здесь, на западе, развивался бы русский флаг, и русский язык был бы наравне со всеми другими языками, и русские пользовались бы всеми правами, какими пользуются те граждане, рядом с которыми они живут. Ну что ж, спасибо вам, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Политик Владимир Жириновский был с нами на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго, до свидания и еще раз на уважении. До свидания. До свидания.